Привет! У меня пока как раз завтракуем. Я тоже. Я потому что сегодня в режиме беготни собиралась. Всем привет! Всем доброе утро. В рапорту Дим. Сырники ем. Мне в Москву надо слетать. Завтра домой. Москва. Часы папе отдать в ремонт. И к доктору. Каташа, я все никак не могла собраться в кучу. И, конечно же, когда... Спасибо большое. Давай сберу крыш. Зенит. Зенит. Как ухаживаешь за лицом? Ну, если не забываю, то пользуюсь косметикой, уходовой косметикой и абаджи. Но у меня порой даже и на это не хватает. Чем к доктору. У меня же неровности там есть. Вот это счастье. Будем думать, что делать с этим. Год прошел. Он сказал, год походи. Там приедешь, будет видно. Не так жарко здесь. Я обижала, просто жарко. Не знаю. Сырники очень вкусные здесь. Я всегда здесь завтракаю. Именно вот это мой стандартный набор. Сырники. И фарши пищевые. Горячо. Надо очень быстро поесть. Спасибо большое. И вам хорошего дня. Девушка, рассчитайте меня, пожалуйста. По карте. Спасибо, Саша. Сырники вкусные. Мало бы делать. А здесь прям топ. Они прям не прям с творожком такие. Не мучные. Очень вкусно. Спасибо, конечно, но я даже не накрашенную лечу. Мужа провожал на работу. Я волосы помыла. Он такой подходит ко мне. Говорит, господи. Я говорю, что такое? А я в патче была. Он говорит, лети так. Так я точно переживать не буду. Я говорю, ну нет. Патч выбрали все от вальца. Очень вкусно. Поела. Правильное дело, что не поела дома. Вот сырники перехвалила. А сок апельсиновый просто кислятина. Чего вы все заходите? Никто ничего не пишет. Видите, я такая отекшая. Потому что меня даже не спасает маска. Сережа, ну сейчас няня, и потом бабуля придет вечером ночевать. Ну и с папой. Спасибо большое. Видишь, как назло, всего одна маска осталась с собой. Такая дурацкая, которая. Почему? Я не люблю кофе. Я пью только растворимый. Мы едим. Спасибо, у вас после ботокса голова не болела. Ну, я всегда норофен пью, поэтому... Ну, у меня сейчас не кололо ничего. Вы в Москву летите, что у вас в итоге сняли квартиру? Нет, мы ее не сдавали. Мне ее жалко сдавать. Прикиньте, мы ее сделали. Но она не до конца сделана. У нас же там вся мебель была икеевская, потому что муж хотел, чтобы одним разом все сделать. Ну, типа быстро, чтобы. Оказалось, что икея закрылась. У нас нет фасада на кухню. Прям дыра. И нету зеркальных дверей на шкаф. Поэтому как в таком виде ее сдавать, непонятно. Да и жалко, если честно. Ну, она такая хорошая. Не так не хочется ее никому, чтобы ее изуродили. Все, все, Сережа случается. Бабушка или с ней тоже ведет с этой? Типа плохо себя ведет? Да, и с ней тоже. Плохо себя ведет. И по настроению. Как интервальное голодание сколько сбросили? Да я пошутила тогда. Я на каком интервальном голодании сидела. Я просто сказала, что я перестала завтракать и кушать хочу только ближе к обеду. И поугарало, что похоже на интервальное голодание. Несколько я как вешу 53, так и вешу. Мне в идеале нужно килограмм 3 сбросить, чтобы было комфортно и легко. Дела хорошо. У нас в Москве студия. Как маленький Сережа, давно его не показывали. Да и сама вы редко заходите. Ну, сейчас, говорю, с этой всей обстановкой с Украиной, как бы, ну, честно, лишний раз особо не хочется выходить. Ой, не сдавайте свою квартиру. И дам хоть приличные люди. Но все равно пачкают квартиру. А мне 3 набрать. Вот ты счастлива, сейчас хочешь, я тебе свои отдам? Давай друг другу поможем. Я тебя дам, а у меня их не будет. Ну, я сейчас, это, думаю, похудею к лету, надеюсь. Надеюсь. А если не похудею, то и похер. Если помру, зато счастливая. А не на голодухе. Слушай, сплюнь. Потому что, когда я так говорила, что, типа, вот я ем, ем, и не поправляюсь. Типа, вообще круто, классно. И все. И пошел сбой какой-то. Так, а что тут? Идет регистрация еще у меня только. Что за ош? Ош, а это, что такое ош? Какие вкусняхи будешь готовить сегодня? А какие будут вкусняхи готовить? Они будут сегодня ничего готовить. Я даже в Москве сегодня что? В аэропорту сейчас. Поэтому я сегодня готовить ничего не буду. Да я еще последнее время готовить не хочу. Я вчера сварила суп через силу, потому что мне нужно было улетать сегодня, чтобы ребенку было что кушать. Поэтому пришлось сварить суп в Москву. Крис может подумать, что весит 100 килограмм, чтобы сидеть не ездить. Ну, слушайте, все равно не нужно весить 100 килограмм, чтобы пытаться, не то что пытаться, а хотеть привести себя в лучшую форму. Я еще пока не в Москве, я только лечу. Да, вот. Что не обязательно весить, не выйти бочкой, чтобы сидеть на диете. Нет, наверное, с Машей нет. У меня очень дел много. Нет, с Машей в этот раз не увидите. Потому что, я говорю, мне сейчас пролечу. Мне нужно к доктору, я не знаю, во сколько я попаду к нему и как, и найти фирменный ремонт часов. Может, зенит надо отдать в ремонт. А завтра уже вылет обратно в 14 часов. Один, один день всего я сейчас переночую, и все, и обратно. Надолго не получается. Завтра уже обратно выйдут. Сейчас пойду в самолет, хочу посмотреть, вот это места, где одно, один ряд и выход. Интересно, я смогу там сидеть или нет? Я там сейчас вроде смогу сидеть, потому что у меня сережки нет. Да, реально на сутки, да. До Москвы до полтора часа. Я грудила просто есть, которые я очень долго откладывала и совместила приятное с полезным. Еще я мужу часы надо дать в ремонт. Волосы такие пышные, как эти. Почему не живете в Москве? Ну, потому что, потому что там студия, мы живем в доме. Это же разные вещи. В доме можно уйти куда-нибудь, если тебя достали там, спрятаться от кого-нибудь. Там пространства много, свободного. А в студии что? Студия, это же одна комната. Мы по факту купили гостиничный номер, я считаю. Только там еще кухня есть. Маша не встретит, я не говорила, что я буду прилетать, потому что у меня очень мало времени. Отдыхать? Ну, конечно, планирую. Все всегда куда-то планируют. В квартире, дома остановлюсь. Яйца нет, наверное, не буду. Мы не сдаем ее, не сдаем. Я же говорю, мы ее приобретали для того, чтобы, да, сдавать. Мы все купили, все сделали. А можно и? Вот. И там не хватает фасадов. Это маленькая, маленькая. Вообще гостиничный номер. 25 или 26 квадратных. Маленькая. Сильно ли царапается кольцо вот это? Ну, конечно, царапается. Это еще 750-е золото, оно еще больше царапается. Оно уже такое все. Плюс оно у меня немножко свободное здесь. Как же ремонт в квартире? Да там мы купили байтбокс. То есть белую квартиру. И просто поставили туда мебель. Все. Там ничего не делали. Какой метро? Метро. Станция метро Домодедовская. И мы ее так и не стали сдавать Икея. Потому что мы и так, когда Икея работала, мы не могли эти двери, блин, долбанные дождаться. И фасад. Он был в Самаре, но муж такой, говорит, блин, я, говорит, думал, ну, куплю здесь, потом привезем как бы в Москву. Потому что в Москве нету, нету фасада. А в итоге Икея вообще кебенем закрыли. Он такой, говорит, блин, надо было купить. Я говорю, ну, блин, если бы мы знали, говорю, то много чего по-другому бы сделали. Нет, мы не делали. Мы же ее под сдачу покупали. От аэропорта далеко не. От Домодедова нет. Поэтому я в Домодедово летаю. Вот. Привет. А вообще хотел бы жить в Москве в дальнейшем. Район КПС не секрет. Я же говорю, станция метро Домодедовская. Ну, в пределах МКАДа. Но далеко. Вообще жить в Москве, да даже не знаю. Наверное, нет. Ну, потому что там дорого стоит. Мы покупали ее 3 года назад. Намного дешевле, чем сейчас она стоит. Сейчас она стоит в районе 8-9 миллионов. Мы покупали дешевле. Я даже не помню, почему. Но дешевле. Концов Анклик покупать больше? Да не знаю. Нет, наверное. Я лав хочу, и лав просто. В квартире останусь в квартире. Мы квартиру не сдаем. Еще пока не сдаем. Так, а что тут еще? Отдайте квартиру. Почему Маше не сдадите? Потому что у Маши 2 собаки, которые везде писью-то какают. Мы, если не сдавали бы, то только без животных. Нет, станция метро Домодедовская. Ясеневая. На ясеневая. Вообще странные вопросы, да, про почему не сдаете Маше. Потому что... Потому что... Сами как-то разберемся, наверное. Кому сдавать. Мы вообще еще даже не вставляли. Что так не сдачу. Так, ну что, когда откроется, эта посадка, я пойду. Уважаемые пассажиры, 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 информирую вас, что вы на петербургах вообще на море хочется. Они, это все. вообще, я очень люблю сидеть в аэропорту. Ну вот, ожидать вылет куда-то. Всегда классно. Живут знакомые на Украине? Да. Много. Спасибо большое. А нормальный вопрос. Это сестра ее мужа. Странно то, что у брата есть квартира, а сестра живет, не поймем где. Вот это странно. Слушайте, ну давайте так, если у кого-то есть, допустим, у родственников деньги, да, там, допустим, у, ну вот, у брата и у сестры есть деньги, да, у них тоже есть квартира в Самаре, но они не хотят жить в Самаре. Я, например, тоже не хочу жить в Самаре вообще, в России, я хочу жить в Монако. И что, теперь мне нужно поехать в Монако и сказать, скиньте мне все на квартиру в Монако или купите мне вообще квартиру в Монако. Нет, Москву ненадолго. В смысле, что я вынесла на обсуждение, что я, блядь, съеду в свою квартиру в Москве, блядь? Вы что, наебнулись совсем? Совсем окончательно, блядь, ебнулись. Вынесли на всеобщее это. Я не пойму, что. Что здесь такого, что я сказала, что я, блядь, еду к себе домой. Да, странно. Вот даже телефон в шоке от происходящего. У них там Ваня, блин, какает вообще на кровать и дерет постельное белье. О чем речь вообще? Животные дома. Ха, к себе домой. А что, не к себе домой? Это моя квартира. Я же не к вам домой еду. Ох. Какое ощущение, что Маша Братцев обязан купить квартиру. Наверное, думаю, что, наверное, так. Наверное, обязана. На какую секцию отдать ребенка? Это вы уже сами по своему ребенку смотрите. Ой, сейчас у меня телефон опять ухудет. Да, и туфли Олина разорвала. Ужас какой. Вообще, в этой жизни никто никому ничем не обязан. Я повторяюсь об этом уже не первый раз. И буду говорить, что даже... Вообще, считаю, что даже родители ничем не обязаны своим детям. И дети родителям тоже. Потому что это уже отдельный человек. И делает только его желание. Хочет он этого делать или не хочет. Маша, за сколько снимаете? Вы про что сейчас вообще? Какая Маша? Я Кристина. Мы не снимаем. Поэтому какую сумму вы спрашиваете, я не понимаю. Да, волосы. Правильно, что я решила отрастить. Я, конечно, вообще безумно счастлива, что... Но больше их не крашу. Это нереальное счастье. Привет. Привет, Саша. Привет. Вот вопрос к тем, кто задает такие вопросы. А вот если вы живете чуть лучше, чем, допустим, ваш брат или сестра, вы сразу квартиру покупаете? Машину, наверное, да? Моя мужа страживает в Москве богата. А мы так себя... И что нам теперь просить ее обеспечить нас? Ну вот, вот. Вот об этом и речь. Я покушала, сижу, жду вылет. А седые их волос, слава богу, по-моему, нету. Что у нас все цепляется, да? У меня синева, рядом с нами. Ну, наверное. Я до сих пор с котенком неизвестна. Сезон, я все пытаюсь тебя написать, я хочу написать. И каждый раз что-то мешает. Но вы нашли донора? Все, когда посадку уже объявят, еще на туалет сходить. Обязательно. Да не я синева, а домодедовская. Это юг москвы. Улица я синевая. Я синевая. Не я синева, нет, я синевая. Да, нашли, но это хорошо. Да вообще, с собаками в квартире ужасно. Ну, вообще, с животными, да. Даже кот в доме, и то воняет, мне не нравится. Если хотят, помогут, но никто никому не обязан. Сережа свою долю в квартире родительской от нее отказался вообще. Ну, в пользу Маши, допустим. Я думаю, что, ну, получается, в пользу Маши. Привет, я в Москву. Ну, как про вас не думать? Я же вижу постоянно в сторис, и каждый раз меня кто-нибудь что-нибудь одергивает, и я забываю написать. Привет, привет. Правда, что Маше и Оле выкинули деньги, которые Маша собирала на квартиру. Ну, сказали нам, что да, правда. А там уже насколько все действительно, как бы, я не знаю. Нас же там не было, я не могу ручаться. В Москву, я уже сказала, мне нужно отвезти часы в ремонт, и к хирургу заехать на консультацию. Как-то подозрительно, странно, что... Даже посадку не объявляют. Выкинула. Носик, конечно... Ой, блядь. Ситуация странная, конечно. Как можно выкинуть деньги, конечно. К тому же, если это большая сумма, то она же, наверное, ну... Мне кажется, ее же видно. Что с часами? Барахлит автоподзавод. Автоподзавод. Нет, почему? Я не говорю, что этого нету. Я не знаю, может быть, это действительно было. И это ужасно. Выкинуть деньги. Очень творческие люди. Так, а где у меня сообщение там? Какой любимый фильм или сериал? Ну, что это любимый? Я посмотрела, понравился. Смотрела, не понравился. Говорю, те, что вот мне прям совсем запомнились, я уже говорила не раз, это нити судьбы. Ничто не случается дважды. Акушерка две части. Вы волос укладываете членом? Да, конечно. Мне кажется, что дай свой не возьмет твои волосы. Я бы, конечно, хотела попробовать и не сама посушить. Часа на сколько лет уже поменять не хочешь. А вы мне поможете купить новый роликс? Я тоже менять на другие не собираюсь. У меня только роликс еще. Зачем мне их менять? Знаете, что часы, они вечные. Они не выходят из моды. Что-то они все выкидывают. Убираются. Это хорошо. Слушайте, я опять не выспалась. Сейчас, наверное, пойду, да? Мне нужно еще забежать в домскую комнату. И уже перебазироваться к выходу. Да, кстати, вопросы вот, допустим, такие, что там кто-то что-то выкинул Маше, например. Там или мама выкинули что-то. Вы у них спрашиваете. Я же не знаю. Я же не там. Я с ними не живу. Ногти красивые. Да, видите, я сделала оранжевые. Кстати, я же вам не показала оранжевые. Укоротила их, там уж стали ломаться. Началась посадка. Неправда. На табло нет посадки. Теперь кости на все пишут про Машу. Ну, потому что Машу знают. И меня узнали, наверное, от Маши эти люди. Поэтому так пишут. Интересно. Да, не обижаюсь. Я с собой таблетки, кстати, взяла на всякий случай. У меня бывает в полет болит голова. Ладно, ребяточки, я пошла. Уже все уже ушли. Отсюда, правда, я осталась. Мне кажется, я спать будет снялась. Потому что ты не врешь, как она. Долго по времени делать зубы, виниры. У мужа имплантов есть? Нет. Имплантов нет. У мужа тоже только виниры. А потом будет Маше переписать сплетни, чего не будет. Я постараюсь, но, блин, я говорю, лучше не обещать вам. Потому что я не всегда могу сказать. Кристина не брешет. Кристина не брехло. Не брехло, Кристина. Ну зачем врать-то, Господи, зачем? Для чего? Чтобы что? Что ты от этого счастливее станешь? Нет, что от этого в твоей жизни что-то поменяется? Нет. Что же не поменяется? Кроме того, что если вдруг кто-то узнает, что ты напиздел, будет неудобненько. И все. Все, ребят, пошла я. Хочу в туалет дойти. Надеюсь, что, кстати, выход в самолет будет, это... Я через улицу, потому что я пальто убрала. Чемодан. Забыла сланцы положить. Надо было сланцы положить с собой. Домой, чтобы дома была область, чтобы там выходить. Потихонечку будут туда вещи завозить. А виниры могут валить, если... Купа просто, просто интересно. Виниры... Ну, виниры-то болеть не могут. Могут болеть зуб, может болеть зуб под виниром. Если он заболел, допустим, там, кариес или еще что-то. Конечно, может. Конечно, может. Если что-то внутри, с нервом, он тоже будет болеть. То, что винир сверху, это... И о чем не говорит. Просто сложности все будет. Лечить. Все содрать надо будет. Сверху. То деньги, то серьги, то мужа шел. Слушайте, ну это все старое. Ну пишется, что нового, ничего нету. Спасибо за ответ. Да нет, значит. Все, давайте, ребятушки, пойду я. Блин, ключи от вашей долгой, потому что вы углыете. Блин, как спать охота. Кошмар. Крис, скажи, плиз, что за фирма Терняшки. Я тебе в личку напишу. Напиши мне, я тебе скажу. Это тайна. Счастливый вам полет, дорогая. Спасибо большое. Спасибо. Взяла собачки, но мало ли солнца будет в Москве. К моему приезду. А что это мы такая царапанная все? Где мы так рано? В аэропорту. Я вот не взяла с собой ничего ремень. Я думаю, наверное, зря. Наверное, Зара. Нет. Даже не Зара. В Москве солнышко. Да, шикарно. Блин. А я боты одела, которые такие теплые внутри. Пятишкин, блядь, дух теплой. И что мне делать? Так, туалеты. Пойду, наверное, туда схожу, в туалет. Блин. Надо было в кроссах лететь. Ну, ладно. Так, сейчас пойду, схожу в туалет. В Москву починить часы и заехать в доктор. Сейчас дойду до туалета и выключу вас. И все. Целую неделю в Москву. До 14. До 14? До 14 тепла, наверное, на градус. Блин, ну, короче, это... С квартиры выходи. Может, выйду, кстати, да? А что бы нет? Что-то тут курит кто-то где-то. Все, короче, я пришла в туалет. Груз, который делал, да. У меня же жарко в этих ботинках ей пылять, а. Зачем же я их один-то? Безмозглая, баская. Все. Пока. Дальше с вами не пойду. Все.